Всем привет, меня зовут Владимир, и в данной ролике поговорим про автоматическую ретопологию моделей в блендере. Для примера я нашел такую вот модельку Katana Sketchfab, если мы посмотрим, у нее 500 тысяч с лишним треугольников, достаточно высокополигональная модель. Если посмотрим ее сетку, то она конечно оставляет желать лучшего. И в рамках ролика мы рассмотрим инструменты, которые позволяют в первую очередь исправить данную сетку на четырехугольную, и во-вторых снизить общее количество полигонов. Данную модельку я уже скачал и импортировал в блендер, немного поправил ее точку origin и немного уменьшил в размерах. И далее будем пробовать оптимизировать данную модельку. Если откроем ее в режиме редактирования, вот увидим как раз здесь та же самая сетка, и в правом нижнем углу можем видеть статистику по нашей модели. Если у вас данная информация не видна, щелкнем здесь правой кнопкой мыши и отмечаем галочку Scene Statistics. И давайте создадим первую копию и попробуем немножко ее преобразовать. В первую очередь заходим в режим редактирования и попробуем удалить дублирующие вершины, если они тут имеются. Выделяем полностью весь меш на клавишу A, нажимаем M, вызываем операцию Merge и выбираем операцию By Distance. И даже с значением по умолчанию у нас уже удалилось порядка 5500 вершин. Можем при этом сделать расстояние еще даже чуть меньше, хотя бы до 1000, и у нас удалится еще порядка 50000 вершин. При этом визуально, если мы посмотрим, у нас особо моделька никак не изменилась. Сильного эффекта это нам, конечно, не дало. У нас все еще остается порядка 437 тысяч треугольников. Нам это нужно дело как-то оптимизировать. Давайте сделаем еще один дубликат и его уже будем брать за основу для ретопологии. В первую очередь рассмотрим инструменты, которые встроены в сам блендер. Для этого мы переходим на вкладку Object Data Properties и у нас есть раздел Remesh. Здесь у нас есть два основных алгоритма для ретопологии модели. Рассмотрим первый режим Voxel и здесь у нас основной параметр это Voxel Size. В зависимости от данного параметра у нас будет определяться и общее количество полигонов у модели. Оставим все по умолчанию и нажмем операцию Voxel Remesh. И после этого наша топология изменится. Мы увидим, что здесь у нас одни четырехугольники, но при этом форма, конечно же, сильно изменилась. Поэтому нам необходимо изменять параметр Voxel Size. Давайте отменим операцию на Ctrl Z и попробуем сделать, к примеру, одну сотую. С данным параметром у нас уже получается 100 тысяч треугольников. В целом у нас получаются четырехугольники. И форма плюс-минус повторилась, но полигонов все еще много. Поэтому давайте еще раз отменим и попробуем поставить где-нибудь три сотых. Вот и так, в значении три сотых у нас уже получается, грубо говоря, 12 тысяч треугольников. В целом, я думаю, на данный параметр мы будем с вами ориентироваться. Давайте сделаем smooth shading на всех трех моделях. И смотрим, что у нас получается. В целом у нас основная форма осталась прежней. Топология у нас стала четырехугольной. Но при этом многие детали у нас потерялись. То есть те же у нас пропали глаза, какие-то детали на ушах. Кое-где у нас появились такие вот артефакты. Идут заломы. В целом здесь алгоритм отработал все-таки с ошибками. Дальше нам уже необходимо отдельно править нашу модельку. Еще раз отменим операцию. И здесь можем отметить свойство fixed pause. Он как раз может попробовать какие-то отдельные артефакты нам поправить при ретопологии. Попробуем снова сделать ретоп. И в целом видим, как раз вот эти отдельные кусочки он нам здесь поправил. Уже вот этих отверстий у нас уже нет. Давайте снова сдублируем наш исходник. И попробуем воспользоваться алгоритмом quad. Здесь у нас есть операция quad flow remesh. И открывается вспомогательное меню. Здесь основной параметр это number of faces. Количество грани, которое у нас должно быть у итоговой модели. Поскольку мы целимся примерно на 10 тысяч треугольников. Давайте здесь выставим где-нибудь значение 5000. Это у нас в гранях. Соответственно треугольников будет в два раза больше. Нажимаем ok. И смотрим, что у нас получается. Также shading smooth накинем. Сетка у нас уже получается намного ровнее. Давайте включим даже режим wireframe. Можем сравнить два данных варианта. Конечно правый здесь у нас выигрывает. Таким образом режим quad нам сделал более адекватную топологию. При этом у него всего 10 тысяч треугольников. Но есть один момент по работе с данным режимом. Давайте попробуем сделать ретоп для самой исходной модели. Где мы не удаляли дублирующие вершины. Также выберем режим quad. И нажмем ok. И снизу высветится ошибка, что необходимо поправить исходную модель. Связано это с тем, что данный инструмент ретопологии не будет работать, если у нас есть какие-то либо разрывы в меше, либо какие-то полигоны, вывернутые не в ту сторону и так далее. Далее рассмотрим дополнительные инструменты для ретопологии моделей. В первую очередь рассмотрим программу Instant Meshes. Это отдельная программа и она работает с моделями формата OBG. Поэтому давайте нашего кота в данный формат экспортируем. Выберем модельку, где мы удалили дублирующие вершины. Выбираем файл Export OBG. И здесь выберем галочку Selected Only, чтобы он только данный меш не экспортировал в модель. После чего в программе нажимаем Open Mesh и убираем нашу модельку. Здесь у нас будет сразу отображаться превью нашей модели. Рассмотрим основные параметры данной программы. Первый параметр отвечает за то, какую сетку мы хотим получить. По умолчанию стоит квадс, соответственно у нас будут четырехугольники. Далее важный параметр это Target Vertex Count. Это количество треугольников, на которые мы нацелены. Давайте здесь как раз поставим где-нибудь порядка 10 тысяч. Ну давайте 11. И после чего нам необходимо выполнить два основных действия. В первую очередь задать направление полигонов нашей сетки. В параметре Orientation Field. Здесь мы просто нажимаем Solve. И у нас наша моделька раскрасится вот в такие линии. И по данным линиям у нас уже будет выстраиваться наша сетка полигонов. При этом здесь у нас есть инструмент расчески. При помощи нее можем расчесать нашу модельку и задать где-то направление данных полигонов. И далее мы уже генерируем саму сетку в параметре Position Field. Здесь также мы нажимаем Solve. После этого мы уже увидим полигоны на нашей модели. В целом у нас форма осталась та же. Сетка получается четырехугольная. И после этого можем пробовать нажать Export Mesh. И нажать операцию Extract Mesh. И после этого мы уже увидим финальную сетку нашей модели. В некоторых случаях при генерации уже самой сетки бывают появляются какие-то отверстия либо артефакты. Это связано с тем, что она опять же не может сгенерировать сетку по какой-либо форме. И для устранения данных недостатков мы меняем количество полигонов, меняем направление нашей сетки и так далее. В целом здесь у нас сетка более-менее ровная. Поэтому мы нажимаем Save. И сохраняем снова нашу модельку опять же в формате OBG. И здесь важный момент. Нам необходимо в названии дописать точка OBG. То есть дописать сам формат, иначе он нам модельку нашу не сохранит. И после чего снова импортируем ее в Blender. Открываем файл Import OBG. И убираем нашу модельку. Давайте ее сдвинем. Накинем Smooth Shading. И рассмотрим какая у нее получается сетка. В целом получаются тоже четыреугольники. Полигонов у нас при этом получилось даже побольше. 22 тысячи. В целом программа достаточно простая. И в некоторых случаях дает результат даже получше, чем алгоритм Quad из Blender. Но здесь пока что у нас лидирует именно режим Quad. И рассмотрим мы последний инструмент для ретопологии. Это отдельный аддон для Blender, который называется Quad Remesher. Можно открыть страничку с данным аддоном в браузере. Здесь показаны примеры, как он делает ретопологию. В целом тоже позволяет с пару кликов получить четырехугольную оптимизированную сетку. Но проблема в том, что данный аддон платный. По-моему у него есть бесплатная триал версия, но это тоже не выход. Но если постараться, данный аддон в целом можно найти. Здесь он у меня уже в Blender установлен. Находится он на боковой панели. Отдельная вкладка Quad Remesher. И здесь основной параметр Quad Count. Это количество граней, на которое мы ориентируемся. Давайте сделаем еще один дубликат нашего кота. В принципе можем оставить 5000 и нажать кнопку Remesh It. После ретопологи он делает копию модели. Как мы видим, здесь она у нас просто скрыта. Рассмотрим сетку. Видим, что она также четырехугольная. И при этом форма у него уже чуть поинтереснее, чем у того же Quad. Давайте включим режим Wireframe. Если мы сравним сетки, к примеру, у режима Quad и у Remesher, то видим, что Remesher он в целом сделал более правильную сетку. У Quad она более такая ровная. И не учитывает форму самой модели. Здесь же у нас сетка сформировалась именно под форму. И в данном случае Quad Remesher нам дал самый адекватный результат. Можем еще накинуть Smooth Shading. И получаем вот такую вот модельку. Ну, к примеру, давайте попробуем сделать поменьше полигонов, чтобы получить все-таки 1010. Вот, сделаем где-нибудь 4000. И получаем четырехугольную сетку, 12000 треугольников. И форма плюс-минус похожа на оригинал. И таким образом мы с вами рассмотрели инструменты для автоматической ретопологии модели. Да, часть деталей мы с вами потеряли, поскольку у нас стало намного меньше полигонов. Но мы можем их вернуть при помощи запекания карты нормалей с исходника на нашу оптимизированную модель. К примеру, возьму модель, сделанную через Quad Remesher, и попробуем на нее запечь нормалку с исходника. Возьмем две данных модельки, сделаем их дубликаты, и я создам для них отдельную коллекцию. Допустим, Bake. А всю исходную коллекцию я пока что выключу. В первую очередь нам необходимо их поместить в одну и ту же позицию. Поэтому я просто нажму Alt-G и сброшу их в ноль. И давайте их переименуем. Исходную мы назовем CAD-CAT-HP, а вторую модельку CAD-LP. Далее нам необходимо создать UV-развертку, материал и новую текстуру для объекта, куда мы будем запекать карту нормалей. Создадим для начала развертку, выберем нашу лоупольную модель, и можем даже воспользоваться SmartView Project автоматическим способом. Получаем такую вот развертку. После этого создаем новый материал, например, назовем его CAD, и создадим новую текстуру. Добавим нод Image Texture. Назовем ее CAD-Normal. И сюда могу запекать карту нормалей. После чего выделяем High Poly модель, через Control выделяем Low Poly, и переходим на вкладку Render. Выбираем Render Cycles. Выберу сразу видеокарту. Количество сэмплов поставлю поменьше, 128. И переходим в раздел Bake. В параметре Bake там выбираем карту нормалей. В параметре Margin поставлю где-нибудь 4. И выбираем свойство Selected to Active. В параметре Extrusion поставим где-нибудь 1.10. После чего сохраняемся и нажимаем Bake. И вот мы сгенерируем нормалку. Видим, что где-то у нас получаются такие Word артефакты. Поэтому можем попробовать воспользоваться инструментом Cage. Мы возьмем нашу Low Poly, ее сдублируем. И в режиме редактирования при помощи Alt-S мы ее немножко увеличим. И переименуем сразу в Cage. После чего снова выделяем High Poly, Low Poly. Здесь отмечаем галочку Cage. И убираем наш вспомогательный объект. Снова нажимаем Bake. И вот уже наши артефакты пропадают. После чего сохраним данную текстуру. И подключим уже к нашему материалу. Добавим нод Normal Map. И все это дело подсоединяем. Включим режим предпространства материалов. Вот здесь получаем артефакты, поскольку у нас карта нормальная, должна быть в режиме Color Space, Non-Color. И вот уже мы получаем в целом ту же саму форму, которая у нас была на оригинальной модели. Давайте мы включим наш исходник. Можем включить даже режим рендера. Отключим Stand World. И выберем какую-нибудь HD райку. И таким образом, при помощи запекания и карта нормальной, мы вернули все наши детали с исходной модели. И таким образом, при помощи различных инструментов, можем даже самые корявые и высокополигональные модели оптимизировать, делать с нормальной сеткой и с адекватным количеством полигонов. А на этом у меня все. Поэтому всем удачи и пока!